Порядка сотни спортсменов из России, Украины и Беларуси приняли участие в международном турнире по рукопашному бою памяти Дмитрия Гвишани. Профессиональные и любительские клубы выставили команды в двух возрастных категориях – 16-17 лет и от 18 лет и старше. Соревнования проходят в рамках чемпионата и первенства Брестской области по рукопашному бою. Это говорит о высоком уровне его участников. Достаточно высок, но здесь и ближний резерв, потому что идет по двум возрастным группам. Это юноши до 18 лет отдельной категории и взрослые, то есть старше 18 лет. Во всех категориях мастера спорта очень много. Турнир статусный, это официальный чемпионат. Это не просто турнир, это официальный чемпионат области, открытый. И поэтому приезжают, конечно, помериться силами хорошие, интересные бойцы. Главная цель турнира – не только сохранение памяти о геройском поступке Дмитрия Гвишани, в мирное время отдавшем свою жизнь, но и нравственно-патриотическое воспитание молодых спортсменов. Соревнования – прекрасный способ повысить уровень мастерства, подготовиться к службе в вооруженных силах Республики Беларусь и приобщиться к героическому прошлому и настоящему белорусского народа. Для нас, родителей, это прежде всего память о нашем сыне Дмитрия. Он причаен во втором поколении. И плюс ко всему он еще наследник победы. Его дед, полковник Гвишани, воевал, был награжден боевыми орденами и мельданами, и в том числе высшей наградой Советского Союза – Орденом Ленина. И наш сын и его дед выполнили долг перед своей Родиной. Один перед Родиной Советский Союз, а второй перед Родиной Республики Беларусь. Это не только спорт, но еще и гражданское патриотическое воспитание. Скажем так, имени Гвишани у нас уже в городе очень много объектов носит его имя. И, скажем так, у нас в университете имени Александра Сергеевича Пушкина действует студенческий отряд имени Гвишани. Это традиционно, неизменно. Очень важно, что нравится бойцам принимать участие в этом турнире, потому что это не только спорт, это еще и память. Память великих людей Брещена. Переходящий кубок турнира в этом году завоевал Брестский клуб «Бусидо», забрав в пальму первенства у прошлогоднего победителя команды БФСО «Динамо». Помимо двух специальных номинаций за волю к победе и лучший боец, на турнире вручается специальный приз за личное мужество, учрежденный родителями Дмитрия Гвишани. В этом году его обладателем стал брещанин Петр Кочеловский. Первый раз я выступал на этом турнире в 10-м классе. Я учился в школе памяти Дмитрия Борисовича Гвишани. Для меня это была гордость выступать. И вот первые мои соревнования в жизни прошли именно на этом турнире. Я еще выступал по юниорам, по юношам, 16-17 лет, занял третье место. Было сложно, соперники сильные. И с каждым годом, я уже пятый год выступаю, с каждым годом уровень растет. Турнир памяти Дмитрия Гвишани – ключевые соревнования у представителей рукопашного боя в зимнем сезоне. По его итогам лучшие продолжат соревновательный сезон уже за пределами страны, а выполнившие квалификацию получат спортивный разряд. Присвоение, естественно, получение разрядных норм от первого до мастера спорта, кандидаты мастера спорта, это чемпионы по юношам и по взрослым, в соответствии с единой классификацией. То есть турнир соответствует единой классификации Республики Беларусь. Дальнейшее – это, естественно, попадание в какую-либо сборную и представление страны.